всем привет дорогие друзья с вами снова барин и сегодня у нас очередной выпуск читальной избы который я хотел бы посвятить книгам об индиана джонсе на русском языке итак первая книга на сегодня это black campbell индиана джонс вот то есть здесь у нас сразу скажу по секрету от издательства вот этого лик у нас охотники за потерянным ковчегом находятся то есть тут даже иллюстрации на это намекают собственно вот он сам ковчег завета но здесь вот такой целый калаш с рисунками из как раз таки фильма вот это кстати супер обложка вот то есть я честно говоря свое время не думал эту книгу покупать себе в коллекцию поскольку у меня просто было скажет так похожие издания а вот от бестселлеров голливуда где у нас был индиана джонс последний крестовый поход и искателя потерянного ковчега также существовали вот и в принципе еще у меня были такие серьезные подозрения что в этой книге наверняка будет тот же самый перевод поскольку я уже натыкался на такое что допустим какие-нибудь более поздние издания там 94 года других каких-нибудь книжных издательств вот могли в себе содержать совершенно спокойно на тот же самый перевод что был здесь вот именно бестселлера голливуда то есть один в один потом под копирку все это было перепечатано вот но поскольку я уже полгода работаю в рнб то есть российской национальной библиотеки я именно в книжных хранилищах соответственно на своей работе обнаружил вот это издание то есть во первых обратил внимание что у нее именно супер обложка вот во вторых посмотрел что это было самое первое издание книги об индиана джонси на русском языке и соответственно значит что здесь был абсолютно другой перевод вот то есть я ее собственно зоне нашел вот с удовольствием и купил то есть зачастую предупреждаю что она может попасть и в таком виде то есть без супер обложки вот значит как мы видим это у нас значит книга была издана при поддержке витабанка но это кстати типичная скажем так явление в первой половине девяностых годов когда какие-нибудь допустим фильмы телепередачи значит соответственно даже журналы или книги печатались скажем так с поддержкой какого-нибудь скажем так вот такого таких вот таких вот поддержки этих самых всяких банков холдингов концернов и так далее вот на самом деле конечно здесь у нас как завлекаловка написанный диана джонс но по факту это просто сборник различных приключенческих романов то есть если мы откроем содержание то мы значит увидим что здесь у нас есть роман остров беншли большая земля беннетт неукротимый маршал пейтингтона и вот как раз таки диана джонс данном случае здесь охотники за потерянным ковчегом камбелла блэка вот значит принципе здесь у нас даже есть такая пометка что подписано к печати 16 апреля девяносто третьего года вот и есть аннотация нотацию сейчас я вам прочитаю потому что здесь у нас что написано любители американского кино конечно же посмотрели фильм индиана джонс в новом романе камбелла блэка в поисках пропавшего ковчега действуют уже полюбившиеся герои кинофильма на русском языке книга выходит впервые ну и конечно информация художники что это некая румянцева очень хорошо что нарисовал вот ну здесь они немножко душой просто покривили потому что соответственно вырезаться этого фильма она выходила еще весной 81 года ну то есть за несколько месяцев до премьеры поскольку насколько я помню премьера была где-то в июле 81 года фильма и в принципе стандартная практика в голливуде когда новализация фильма чтобы подогреть к нему интерес особенно если это какой-то новый тайтл или какая-нибудь культовая франшиза то получается так что значит новализацию стараются выпустить там обычно за несколько месяцев до премьеры вот если говорить о самом романе то значит отличие у нас но принципе что будет интересного в нем то есть во первых есть и вырезанные сцены которые по тем или иным причинам не вошли фильм или даже не были сняты то есть в принципе может для многих не будет секретом вот что соответственно съемочного процесса этого фильма то есть вообще самих съемок были очень жесткие дедлайны вот поэтому значит спилберг там и снимал буквально по 45 дублей на сцену а те что сцены что не получались для экономии времени вообще даже могли быть и не сняты вот вот здесь например есть сцена как я на джонс прибирается на немецкую подводную лодку то есть фильме как у него это получилось так и не показано вот здесь это именно описано потому что эта сцена изначально фильме предполагалось и даже более того начала сниматься но ее просто снять нормально не успевали поэтому просто не стали делать вот например есть сцена как раз таки того что индиана джонс крутит романы со своими студентками то есть фильме это вполне было невинно показано что девушка сидящий у него на лекции закрывает глаза и на глазах у нее написано я тебя люблю вот соответственно именно в как бы книги то есть и по первоначальному варианту сценарий то есть был такой что джонс вполне с ней крутят себе роман вот зовут эту девушку с юзан кстати вот и значит когда к нему в гости приходит маркус броуди то видно что джонс он в таком домашнем халате его встречает то есть это вот как раз таки что называется было показано что джонс как раз тогда с девушкой находился у себя дома и к нему как раз пришло макрос вот то есть видимо то ли по каким-то морально этическим причинам то ли просто для того чтобы увеличивать хронометраж сцену эту вырезали как бы из фильма точнее всего почти сцены связанные со сьюзом кроме лекции вот ну и также была еще интересная сцена где допустим точнее не допустим а так и было значит полковник зитрих и рене белок сидят в приемные канцелярии гитлера стих как бы так скажем позвали за тем чтобы они вели эти раскопки в каире ну точнее предместе каира то есть фильме получается так что индиана джонс и насчет сами зрители узнают узнает это только от салаха который об этом упоминает что у них есть хороший такой научный консультант это как раз таки белок вот ну то есть при том что некоторые сцены они отличаются поскольку их задумывали одними в результате они получились другими вот в принципе так это бывает то есть из пожалуй всех новолизации с этой точки зрения вот эта книга самая пожалуй интересная вот ну а теперь мы перейдем уже бестселлером голливуда и вот первое такое издание это как раз таки как я уже говорил был соответственно искатели потерянного ковчега индиана джонс спасли грестовый поход ну значит в плане у нас получается издание это наш было подписано в печать получается 2 июля 93 года вот значит самое что интересно то есть у нас здесь в основном были переводчицы то есть почему-то большинство романов об индиана джонс у нас приводили женщины то есть вот здесь данном случае у нас переводчица воробьёва кстати очень хороший перевод вот здесь у нас как раз таки предыдущей книге вот переводчица некая святогорова вот в принципе я считаю что перевод очень хороший грамотный и здесь вот у нас даже есть такая пометочка интересно что значит редакция благодарит журнал видео с за предоставленные фотоматериалы то есть вот если мы посмотрим разворота они кстати оба одинаковые на обложках это вот сцена из ям джонс спасли грестовый поход сцена с танком значит здесь у нас харрисон форт в образе индиана джонса вот здесь у нас шин коннери в образе генри джонса старшего вот и значит еще был тут наш художественная работа на что здесь художник некий кладов вот такие вот рисунки он рисовал здесь явно вот такая отсылочка охотники за потерянным ковчегом у него точно здесь изображены вот здесь у него еще вот такой рисунок был вот и значит здесь есть еще покажу вот такой от рисунок последним крестовым походом самое что интересно все как бы главы у него вот таким вот рисунком обозначены то есть это явно спостера посвященного выхода и диана джонс храм судьбы перерисовывалась этот кадр вот видео аз как раз таки предоставил вот такие вот кадры из фильма то что мы видели на обложке лучшим коннери то что мы как бы так скажем кадры из фильма вот то есть это у нас вот катакомба венеции это значит джонс с отцом берлине это вот на дирижабле сцена это вот опять же я нужен с обложке это значит когда соответственно диана джонс со своим отцом выбирались из германии на мотоцикле вот этого кадра фильме не было я так понимаю были промо материалы к фильму вот это где джонс у немцев угоняет коней и вот сцены в замке гранвальд вот соответственно автро германской границы вот значит автором новелизации уже вот и джонс спасли крестовый поход у нас было роб макгрегор то есть про него мы еще сегодня поговорим а пока упомяну что автор кроме того что писатель еще и археолог сам профессиональный вот то есть значит сам роман в принципе чем будет отличаться в принципе опять же по сравнению скажем так с охотниками за потерянным ковчегом здесь каких-то альтернативных там сцен еще чего-то не было то есть просто есть то что допустим фильм не вошло как например то как индиана джонс выбрался с падающего танка вот здесь этой сцене внимание уделено вот вторыми как ну фильме нам это так и не показывалось и как бы есть еще тоже такой немножко любопытный момент что в конце фильма как вы помните то есть генри джонс старший он вытаскивал индиану джонс из пропасти вот а здесь именно он его только уговаривает оттуда вылезти а вытаскивает джонс и по факту салах вот значит ну просто фильме эта сцена конечно более логично даже смотрится я бы сказал по той простой причине что это вот показывает единение отца и сына значит всем кто индиана джонса любит ну и вообще любит кино американское вот 80-х годов там 80 90-х вот эту книгу в коллекцию обязательно советую потому что ну на самом деле годнота то есть интересно ее было прочитать значит и вот следующее издание у нас такой на очереди это индиана джонс и храм рока значит здесь такое здание более бедная то есть у нас нету вот этой вкладке с кадрами из фильма они у нас все просто вынесено вот сюда надо блог на обложку на вот здесь вот такой значит этот кадр из фильма явно в каком-то фоторедакторе обработанные судя по всему вот и значит он же повторяется и на второй стороне вот при этом бестселлеры голливуда была такая серия которая нас любили под одну книгу пихать по 2 если повезет по 3 романа в некоторых запущенных случаях случаях аж по 4 были такие прецеденты вот значит здесь у нас именно совокупности с французским связным это все вместе шло и вот задняя обложка это кадр из французского связного а вот вот так это все выглядит вот и значит хотелось бы тогда затронуть аннотации опять же как мы делали это вот с первой книгой если мы посмотрим допустим первое издание при индиана джонс от бестселлеров голливуда здесь у нас все очень на самом деле четко написано то есть вот смотрите по охотникам за потерянным ковчегом и египет здесь по библейскому преданию находится легендарный ковчег с божьей силой некогда переданный моисею на горе синай молодой чудаковатый археолог индиана джонс увлечен поисками ковчега но на его пути встают немецкие фашисты тоже стремящиеся отыскать святыню и подарить ее адольфу гитлер одноименный фильм удостоен 4 премии оскар вот и про последний крестовый поход продолжение невероятных приключений молодого профессора археологии индиана джонса объектом поисков становится отец главного героя и чаша святого граиля с которой связана библейская легенда о крови христа выпивший из чаши обретает бессмертие но в принципе просто все лаконично то есть придраться особо не к чему самое главное по делу вот кроме того что у нас немецкие фашисты то есть все прекрасно знают что в германии у нас был нацизм фашизм у нас было в италии испании португалии но значит с учетом того что у нас скажем так в отечественной скажем так массовой культуре привыкли немцев называть фашистами точнее нацистов называть фашистами а вот это в принципе я бы сказал так адаптированно даже написано придираться здесь как бы я считаю смысла не имеет вот и что же значит у нас написали храме рока как здесь его перевели какая у нас здесь аннотация замечательная вот главный герой должен спасти пропавших детей похищенных на востоке террористами фанатиками постоянно находясь на волосок от гибели индиана джонс вместе со своей девушкой и юным другом одновременно охотятся за похищенным алмазом который им предстоит выкрасть из храма рока судьбы в день выхода на экраны одноименный фильм установил своеобразный рекорд и вошел в книгу рекордов геннесса кассовые сборы за один день проката составили девять с половиной миллионов долларов ну как мы видим то есть человек который это писал либо смотрел фильм очень давно либо не смотрел его вообще вот тем более что здесь есть свои так скажем проблемы с переводом вот есть проблемы соответственно с как раз таки встречаются синтетические стилистические орфографические ошибки то есть место у нас даже бывает восклицательных знаков единицы вместо попросить знаков семерки то есть такое ощущение что редактор редактора эту скажем так перед тем как печатать эту книгу толком не проверяли вот перевод выполнен некая за рифовой притом ну честно скажу что с кучей вот таких ошибок вот то есть яма там как бы так скажем искали не профессионального переводчика вот кстати здесь если мы посмотрим у нас подписано к печати семнадцатого двенадцатого девяносто третьего вот и художник у нас некий зурин зурин он вот эти все иллюстрации рисовал то есть у нас вот такая общая есть иллюстрация к изданию книги где у нас половина рисунка это индиан джонс храм судьбы 2 плане рисунка это французский связной и вот такой вот кадр еще есть именно как титульник самому роману то есть вот в предыдущем издание у нас как раз таки художник был некий кладов кладов то есть это вот как раз таки были вот его в принципе рисунки здесь явно какой-то скорее всего постер перерисовывал вот значит что можно сказать принципе по поводу перевода даже то есть я вам сейчас даже зачитаю такой фрагмент и просто объясню в чем же здесь проблема вот смотрите спустя некоторое время пройдя между гвардейцами из дверей на крыльцо вышел высокий неприступного вида индиец в белом английском костюме в очках он с вежливым выражением лица но подозрительно оглядел красотку в мятом мужском костюме сжимающую в руках свернутое платье и туфли грязного китайчонка в бейсбольной шапочки и мужлана кавказского типа с бичом вот а проблема собственно в чем ну то есть вот понятное дело что наши читатели так посмотрят да там как бы я сам вот на этом когда читал эту книжку 2008 году обратил внимание почему именно кавказского что разгадка оказалась какая то есть как соответственно европеоида то есть белого человека европеоида европейцы называют в английском языке либо white man либо соответственно кавказин кавказин значит почему именно так а дело все в том что один английский антрополог где-то в конце 18 века значит поехал в армению и грузию значит посмотрел там на местных жителей и выдвинул такую теорию что значит родиной белого человека то есть европеоида была именно был именно кавказ вот конечно в 19 веке его теорию уже кучу раз опровергли но значит само определение она в английский язык так и записался то есть грамотный переводчик он обычно такую особенность знает вот здесь переводчица такой особенности не знала вот принципе что из себя сам представляет этот роман ну честно говоря здесь у нас есть куча сцен которая была из фильма вырезана ну то есть видимо задумывалась просто когда фильм монтировали его сделали очень динамичным и притом вот эта динамика она пошла в ущерб логике то есть если читать книгу то вот эти сцены здесь все оставлены и в принципе все кажется более как бы логичным чем она была фильме вот например здесь вот как раз таки показано где коротышка раздобыл машину то есть он угнал ее у немецкого посла в шанхае вот а также есть еще один интересный момент то есть фильм этот достаточно подвергся большой критике в индии вот и должна была быть одна сцена которая должна была смягчить как раз таки этот самый этот эффект но ее в результате все равно фильм не ставили сейчас я даже этот фрагмент значит зачитаю довольно экзотичное было меню как вы считаете заметил английский капитан выходя вместе с индианой коротышкой из павильона сад который был освещен сотнями фонариков и благоухал смесью сладкого дыма от кальянов и природных ароматов даже если они хотели испугать нас все равно истинный индус ни за что не прикоснулся бы к мясу поддержал индиана все это навевает раздумья о том кто же такие эти люди испугать хмыкнул бланберт нет вряд ли они к этому стремились может быть и нет серьезно приговорил индия ну мне пора распустить отряд на ночлег и все такое ужасно рад был познакомиться доктор я тоже капитан они потрясли друг другу руки и бланберт удалился ну то есть как мы видим фильме вот этой сцены не было так что в принципе издание опять же говорю очень интересная то есть тоже могу его спокойно рекомендовать всем любителям этого фильма и индиана джонса в целом вот но значит то есть готовьтесь только тому что здесь будут собственно ошибки и может некоторые неточности перевода вот думаю что немногих они оттолкнут ну а мы идем дальше с вами дорогие друзья и в 2008 году от а ст вышло вот такое издание это приключение индиана джонс то есть три новолизации в одном томе то есть поисках утраченного ковчега храм судьбы последний крестовой поход значит выходили они всей по отдельности но я для удобства взял их в одном доме значит в принципе здесь у нас написаны как бы оригинальные авторы то есть гэмбелл блэк индиана джонс поисках утраченного ковчега джеймс канн индиана джонс храм судьбы и роб макгрегор индиана джонс последний крестовой поход ну как бы вроде бы все хорошо на самом деле вот но есть одно большое но значит здесь у нас именно содержатся такие детские новолизации видимо для детей младшего школьного возраста ну или может там среднего школьного возраста значит в которых описаны только те события фактически которые были фильме то есть ничего как бы лишнего при этом сцены насилия здесь достаточно сильно опущены зацензурены и так далее вот и сам по себе объем книжки он достаточно маленький то есть вот если мы допустим посмотрим по содержанию то соответственно кажется что допустим те же самые охотники за потерянным ковчегом идут аж 190 страниц да вот то есть если мы посмотрим допустим в издании от бестселлеров голливуда то увидим что даже больше получается у нас объем именно в издании 2008 года до 190 страниц а здесь соответственно там этот 186 но особенность именно в шрифте если мы допустим сравним шрифт так увидим что в здании 2008 года он просто крупнее и то есть если вот его допустим уменьшит до такого формата то где-то он полтора раза меньше и будет так что здесь сама по себе вот один такой роман он бы где-нибудь страничек ну 120 бы занял сомневаюсь я что больше вот то есть в принципе читать опять же все это как бы можно интересно они кстати да самом деле таким достаточно простым слогом написано то есть читаются очень быстро и принципе без проблем вот значит если мы почитаем аннотацию то значит у нас что здесь будет написано впервые под одной обложкой три нашумевших книги по известным блокбастером пока мир восхищается индианой джонсом индиана джонс покоряет мир с кобойской плетью в руке индиана джонс открывает древние сокровища в книге в поисках утраченного ковчега индиана джонс совершает путешествие в пустыне возле каира туда где немецкая экспедиция ведет археологические раскопки предметом их поиска предмет их поиска ковчег завета в котором по библейской легенде древние евреи переносили скрижали моисея этот ковчег обладает божественной силой вот почему гитлер во что бы то ни стало хочет заполучить его так это или нет но ковчег не должен попасть в руки нацистов его вместо в музее как и любой другой древний релик реликвии решает индиана джонс и отправляется в путь повести храм судьбы наш бесстрашный герой попадает в глухую индийскую деревушку в гималаях ему предстоит спасти детей которых якобы забрали злые духи после того как был украден священный камень шанкара на пути к своей цели индиана джонс становится свидетелем странного обряда поклонения богини смерти кали и снова его жизнь под угрозой но и на этот раз наш герой преодолевает все препятствия ведь впереди его ждет новые головокружительные приключения точнее впереди его ждут вот в повести последний крестовый поход индиана джонсу предстоит найти чашу грали значит как бы все таки вот эту всю историю почему допустим вот это не совпадает с вот этим мне рассказал евгений мажаев за что ему отдельно спасибо то есть для тех кто не знает женя мажаев у нас председатель фан-клуба индиана джонс и звездных войн в питере и в россии вот и опытным путем мне все остановить авторов то есть значит у нас именно как раз таки в поисках утраченного ковчега и последний крестовый поход писал некий райдер уиндхэм соответственно индиан джонс храм судьбы писала некая с юзан вэй вот и значит поскольку эти книжки уже в двухтысячные годы писались есть соответственно одна такая вот маленькая особенность интересно то есть к тому моменту уже существовал вот такой сериал хроники молодого индиана джонса который позже перемонтировали в 12 полнометражных фильмов уже приключения молодого индиана джонс а вот и здесь храме судьбы вот что его выделяет из всех остальных вот этих книг живут этих детских адаптаций это конечно то что у него есть пролог который соединяет его с хрониками молодого индиана джонса значит пристонский университет 1935 год профессор археологии индиана джонс более известный в кругу своих друзей врагов как индия пришел на кафедру своего отца преподавателя средневековой истории в пристонском университете поставив на пол потертую дорожную сумку инди уселся на обтянутый кожей стул с высокой спинкой и блаженно вытянул ноги индиана был большой любитель путешествовать в детстве его таскали по всему миру его родители отца приглашали читать лекции в разные страны но и теперь более зрелом возрасте став профессором археологии инди по-прежнему много путешествовал чаще выполняя работу на заказ предложение поступало много но инди принимал только самые интересные например когда кто-то хотел приобрести некую древность для своей коллекции индия поднялся со стула и походил по комнате что-то отец задерживается сколько можно ждать было у инди такая черта порывистость может именно поэтому он никогда не мог долго сидеть на одном месте все время куда-то рвался то же самое казалось и касалось и преподавание археологии и лингвистики им были накоплены богатые знания о самых невероятных сокровищах древнего мира и можно было бы уже спокойно почивать на лаврах а нет через два-три семестра инди начинал впадать в уныние и тогда ему снова хотелось встряхнуться куда-то бежать одним словом он жаждал приключений и приключения начинались опасные отнимающие много сил и наступал другой вид усталости тогда инди снова переключался на преподавательскую работу вот и сейчас после очередного рывка хотелось отдохнуть расслабиться инди недовольно посмотрел на часы где же отец в перерыве между лекциями он тоже не смог его найти странное ведь расписание не изменилось скорее всего профессор генри красиво профессор генри джонса вызвали на какое-нибудь заседание или попросили посидеть на чужой лекции ладно он подождет еще немного кабинете отца всегда можно полистать старые книги или древние рукописи или что-нибудь более современное например вот типа нераспечатанной почты которую на время своего своего пребывания в южно-тихоокеанском регионе инди просил перенаправлять на университетский адрес отца что ж используем время с пользой и разберем почту так счета еще счета журналы по археологии в одном его собственная статья по тайским артефактом династии цинь любимая тема инди в последнее время а вот очень интересно судя по штампу и обратному адресу письмо пришло из шанхая шанхае у инди было много друзей и знакомых в ухан например с ним бывал в экспедициях не раз нет это письмо не от вухана почек на конверте незнакомый интересно инди вскрыл пакет многоуважаемый доктор джонс в качестве платы за услугу хотим предложить вам фазани глаз он находится в нашем распоряжении мы предпочитаем воздерживаться от подробностей каким образом сие сокровище оказалось у нас если сделка вас устраивает приходите на смотровую площадку empire step building 6 июля на закате солнца подписи нет что за услуга неизвестно ну господи фазани глаз несколько лет назад инди был близок находки но дело расстроилась неужели этот коллекционер скорее всего письмо пришло от какого-то коллекционера неужели этот человек обладая фазанием глазом готов с ним расстаться что-то не верится и с другой стороны почему об этом факте ничего не известно в научном мире может владелец алмаза вор или вообще бандит выполнять заказы таких людей небезопасно и в то же время если речь действительно идет о фазанием глазе это же такое сокровище которое стоит показать миру инди взглянул на настенный календарь сегодня же 6 июля если выйти прямиком сеть прямо сейчас к заходу солнца он как раз поспеет к имперстит билдинг и не стал посматривать оставшуюся почту оставил оставив дорожную сумку в кабинете отца он отправился на встречу ну то есть как мы видим вот здесь уже у нас все потянули к значит этому хроникам молодого индиана джонса то есть вот этот бриллиант за который индиана джонс сражался с китайской мафии во главе слова учеб сам начале фильма ну и по поводу значит у нас получается перевод переводчиков то есть у нас вот опять же в поисках утраченного ковчега маритина некая соответственно следующие две уже следующие уже две новолизации это некая чулкова вот ну и соответственно значит есть вот такая еще замечательная как раз таки книга это королевство хрустального черепа то есть я долго не брался и и приобрести себе в коллекцию поскольку книга мне казалось очень русофобской ночи сам фильм очень русофобским и мне очень не понравился то есть но и не только из-за русофобии он в принципе снят еще очень скажем так криво по заветам вот этих современных блокбастеров ступых вот но значит все таки где-то вот по моему в прошлом году я все-таки решился себе ее взять то есть здесь у нас автор джеймс роллинс значит и кстати впервые переводчик некий магомед то есть мужчина впервые вот и значит что здесь можно сказать то есть значит есть пролог посвященный испанцам которые разграбили эльдорадо и вот хрустальный череп оттуда вы унесли там здесь видно даже 1546 год то есть есть соответственно сцена в юкатане то есть где соответственно джонс и маг или раскопки и как их соответственно захватили кровавые советские гбисты вот ну и также есть некоторые подробности касательно биографии спалько то есть про него подробно на самом деле рассказано как она открыла в себе телепатические способности и есть зато сцена как значит спалько при надзоре товарищей из политбюро советского как раз таки этот препарирует инопланетянина которого вот в самом начале фильма с базы 51 она что называется они вот вывезли кровавые чекисты вот значит аннотация я пожалуй зачитаю на земле не осталось белых пятен кроме непроходимых джунглей амазонии где спрятан легендарный золотой город эльдорадо американский археолог раскапывает удивительный хрустальный череп не подозревая что за ним охотятся спецгруппа советских диверсантов по главе с ирины спалько полковником экстрасенсом нквд мастером сабельного боя и фавориткой самого сталина хрустальный череп ключ к секретным неземным технологиям которые космические пришельцы оставили древнему народу майя завладев тайной советское полетбюро станет властелином мира длинные руки москвы уже тянутся к эльдорады и помочь им должен никто иной как неподражаемый индиана джонс ветеран американских спецслужб руках которого даже обыкновенный пастушечий кнут превращается в грузное оружие вот в общем в некоторых местах конечно было интересно то есть я все-таки до последнего надеялся что книга во многих аспектах будет лучше фильма но вот нет то есть честно скажу какие-то места было десна читать интересно но в целом только для от ли могу рекомендовать только отъявленным любителям индиана джонса вот значит есть еще и вот такое издание интересное значит это у нас приключение индиана джонс то есть вот такая энциклопедия для детей вот может многие помнят там были такие книжки про драконов про динозавров вот есть такая книжка про индиана джонс а вот почитаем на что аннотацию то есть что легендарный индиана джонс герои культовых фильмов стивена спилберга и джорджа лукаса вернулся на экраны выходит четвертый фильм о непобедимом археологе индиана джонс и королевство хрустального черепа зрители уже с восторгом приняли картину довольна своей работой режиссер стивен спилберг джон снова в центре удивительных приключений он должен найти хрустальный череп чтобы спасти любимую женщину легкая задача с которой бесстрашный индиана конечно справится ему помогут верные друзья враги враги боятся его ненавидят и отдают должное бесстрашию и уму диана джонса почитайте выдержки из дневника его злейшего врага рене беллока который следовал за джонсом во время поисков копчега завета камни санкары цветов играли и магического хрустального черепа и переживите вновь все эти поразительные приключения в данном случае здесь опять же издатели немного слукавили потому что как бы так скажем первые два фильма они описаны как раз таки от лица рене беллока вот как мы помним в охотниках запасен ковчегом он погиб поэтому в последнем крестовом походе и как раз таки в королевстве кроссального черепа здесь уже за джонсом следует его сын вот при том здесь такой очень познавательные материалы то есть есть по находкам по местам где путешествовал индиана джонс вот например про муркации рассказано справочка есть такая историческая и так далее то есть вот здесь как раз у нас эпизоды посвященные храму судьбы поскольку хронологически у нас он именно первый здесь уже эпизоды посвященные охотником за потерянным ковчегом здесь у нас уже идет последний красной поход вот здесь даже есть эти маленькие такой комикс так вот индиана джонс этот крест соответственно ворует у этих как раз таки черных археологов вступление к последнему крестовому походу здесь она описана вот заканчивается все принципе уже королевством хрустального черепа детям в принципе я считаю самое то вот очень тоже рад что у меня на из коллекции это издание в принципе очень понравилось ну и раз мы обещали поговорить про роба макгрегора то значит он не забросил диану джонса и писала про него книги вот то есть на западе они там выходили как раз 90-е годы то есть сначала написал 6 романов у которых была одна сюжетная линия вот потом 99 году он еще 7 роман написал и даже в 2008 и там в девятом году он писал как раз таки новолизацию игры точнее вот адаптацию до диана джонс и посох королей то есть индиана джонс and the staff of kings ну а значит по каким-то причинам то есть лукас филм и лукас арт посчитали что значит не надо ее выпускать и к сожалению то есть эта книга так и не была выпущена вот то есть поскольку макгрегор связан получается и контрактом и законом об авторском праве вот еще не может ее и не опубликовать и не в свободный доступ и и выложить вот а дисней похоже как-то в индиана джонс и не заинтересован так что посмотрим может как ситуация немножко выправиться с выходом пятого фильма может у нас и книжки какие-то по индиану джонсу напечатают том числе и те что на русском языке не выходили вот значит здесь получается что по факту то есть вот значит вся вот эта линейка первые 6 книг макгрегора со своим собственным сюжетом они значит шли где-то с 22 по моему по 31 год то есть было 6 романов то есть это смерть храме аполлона хоровод великанов невидимый город поиски но его ковчега а также еще рук единорога и насчет подземный мир вот то есть насколько я знаю со слов евгения мажаева значит две это последних книжки должны были быть то есть были точнее в наборе у эдмонта россии то есть издательство которое все это выпускало вот и даже вот рекламные проспекты на это намекают что они планировали 6 книг выпустить но по каким-то причинам две последние книжки не вышли то есть их переводы точно гуляет по интернету и том что рук единорога я находил его читал скажем так подземный мир я нашел но не полностью там где-то пол книги так что чем вся эта история закончилась я в принципе не знаю значит в принципе макгрегор что называется как я упомянул кроме того что писатель еще и профессиональный археолог вот но есть вот одна особенность что видимо лукас его заставлял все-таки писать такой вот связующее звено между хрониками молодого индиана джонса и оригинальной трилогии поэтому здесь есть очень много ссылок на хроники молодого индиана джонс то есть например в первой книге упоминается что джонс постоянно ходит на джазовые концерты и сам иногда в каком-то джазовом вот клубе играет на саксофоне что на мистерии блюза нам намекает то есть фильм из цикла приключения молодого индиана джонса вот значит в принципе в первой книжке он еще студент соответственно в последующих он уже у нас начинает преподавать вот мы зачитаем аннотации значит это что он получается 16 столетий орден пифий дожидался возвращения легендарного дельфийского оракула его землетрясение расколов землю храме аполлона возвестила о его возвращении дариана беликамус прекрасная и обаятельная преподавательница археологии получает шанс бросить рутинную возню с остатками прошлого и установить контроль над будущем страны став дельфийским оракулом она отыскивает человека который поможет осуществить ее планы он молод он дерзок он безрассуден и не может противостоять ее чарам его имя индиана джонс приключение разворачивается по всей земле от чикаго и парижа до греции где индия с кнутом в руке спускается бездонную пропасть и находит священный камень являющийся ключом предсказаниям оракула но дариана готовила юному индии куда более зловещую судьбу она предполагает сделать его орудием в своих руках заговоре с целью убийства короля отыщет ли индии секрет могущества пифий или окажется жертвой на алтаре дарианы жертвой и и смертоносных желаний но на следующей книге . работ великанов у нас была такая аннотация пляска смерти молодой ученый индиана джонс получает свой первый преподавательский пост на археологическом факультете лондонского университета самая умная и самая красивая из его студенток дэридо дра кэмпбелл утверждает что обнаружила золотой свиток свидетельствующий о реальном существовании мэрина колдуна и мифического наставника самого короля артура инди заинтригован этой новостью так же как и адриан пауэлл член парламента пытающийся возродить древний орден друидов чья тайная сила проложит ему дорогу к мировому господству инди бросает книги и учебники чтобы присоединиться к дрей дре в ее поисках ценные реликвии приключения героев разворачиваются по всей британии от полных опасностей пещер шотландия до смертельной пляски великанов в стоунхенджи где инди наконец удается раскрыть секрет мэрина но перед этим ему еще предстоит испытать на себе ненависть депутата маньяка и любовь дрейдры кэмпбелл ну вот то есть вот такое вот описание следующая книга это вот невидимый город вот у нас здесь так все описано едва оставшись живых после денящих кровь приключений в гватемале индиана джонс возвращается в нью-йорк где в его руки попадает записки полковника перси фоссета британского исследователя пропавшего без вести в джунглях амазонии то о чем пишет фоссет может совершить революцию в научном мире речь идет о неизвестном городе затерянном бразильской сельве и населяющим его таинственном племени ржеволосых вместе со своей подругой дэйрдрой кэмпбелл и бесстрашной инди проникает самое сердце амазонских лесов однако врагов молодой пары значительно больше чем они предполагают кроме кровожанных туземцев каннибалов его ждет и сам невидимый город жители которого используют магию семьи вуалей из из которого еще никто не выбирался живым вот значит и последний роман это значит нас получается лондон 1927 год едва отправившись от потери своей любимой дэйрдры в джунглях амазонии индиана джонс казалось навсегда потерял вкус приключения однако размеренная жизнь инди круто меняется когда русский профессор владимир заболоцкий предлагает ему принять участие в экспедиции в поисках нового ковчега но только познакомившись с дочерью заболоцкого красавицей катериной инди принимает новый вызов судьбы ученые отправляются в стамбул а затем на гору арарат где по преданию находится ковчег однако здесь их поджидает масса опасности агенты нквд сицилийские мафиози и турецкие бандиты все пытаются помешать индия владимиру и екатерине совершить величайшее открытие в истории археологии вот на мой взгляд самое из них интересное из тех что я читал это конечно поиски нового ковчега вот то есть в общем то в принципе они все читабельны то есть кэмпбелл блэк действительно писать умеет и более того старается вот единственно что если кого-то хроники молодого индиана джонса отталкивали ну здесь вот есть куча таких на них отсылок что называется вот ну и конечно была вот такая целая серия книжек приключения молодого индиана джонса вот в основной их пласт в 2008 году тоже ст издавала значит соответственно вот первая из вот этих книжек вышла опять же бестселлеры голливуда это кстати у нас минск бат ппр вот и самое что интересно то есть это одна из вот этих как раз таки повестей то есть писались они ну скорее всего на детишек младшего школьного возраста они такие должны были более быть познавательные вот и где-то вот весь у них период этих приключений то есть он где-то разворачивался приблизительно где-то с 1912 года и принципе дальше где-то 2014 вот при этом можно разделить их всех на две части вот то есть здесь например как раз таки те романы что писали где-то с 90 по 92 год ну и там про мать индиана джонса не упоминается то есть джонс чаще всего с отцом путешествует ну и иногда с ними вот еще его друг герман который был в прологии именно фильма последний крестовый поход вот но когда уже вышли хроники молодого индиана джонса то есть сериал например когда вот есть такая книга тайна гибели титаника то тут во первых упоминается и мать индиана джонса и соответственно его гувернантка которая появилась только сериала то есть здесь прям такое переобувание случилось вот и значит в принципе стоит оценить само издание то есть как мы видим здесь вот лицо уже харрисона форда нарисовано какой-то арт взят именно с обложки оригинальной книги самое что интересное вот по тайной город он в 2008 году не переиздавался вот и а значит сама обложка как выполнена то есть как мы видим от лучших таких традициях 90-х вот этих коллажей то есть здесь вот джип какой-то современные с этой с пустыней то есть явно из какого-то журнала по путешествиям или географии взят здесь у нас постер из фильма индиана джонс и храм судьбы здесь у нас соответственно постер игры диана джонс ибо атлантиды индиана джонсом и поэтому атлантис вот здесь у нас вообще постер последнего крестового похода здесь у нас калаш с разных фильмов то есть что-то с оригинальной обложки что-то с последним крестового похода что-то за охотником за потерянным ковчегом вот вот здесь у нас кусок с оригинальной обложки здесь у нас кусок с Храма Судьбы и так далее. Но, тем не менее, вот, как мы видим, опять же, переводчица женщина, некая Виноградова. Ну, точнее, редактор Виноградова, а вот Цветкова переводчица, вот. Там, кстати, было подряд несколько авторов, кто писал про молодого Идиана Джонса. Вот эти книжки. И, значит, почитая-ка вам аннотацию одну из них, думаю, этого вполне хватит. Индиана Джонс, поехав летом 1914 года с отцом в экспедицию на Ближний Восток в Турцию, пренебрег советом отца. В незнакомой чужой местности не ввязываться в приключения, которые постоянно сопровождают Инди на его пути. На этот раз ему и его другу Герману угрожает настоящая смертельная опасность от человека, называющего себя королем королей, и его слуг, избежать которой им дастся с большим трудом. Ну, в принципе, на самом деле, здесь они сюжет весь и пересказали по факту. То есть, если мы, кстати, посмотрим, вот книжки эти обычно были небольшие, вот если их таким же текстом, как бестселлеры Голливуда, печатать, то где-то здесь 83-84 страницы вот этот роман и занимает. То есть, он очень такой маленький. Вот. И в конце, кстати, каждого издания была вот такая историческая справка, которая нам, в принципе, рассказывала про какие-то вот обычаи, там, страны, людей, с которыми Индианус Джон сталкивался. Но, надо признаться, что вот в этих рассказах он чаще всего сталкивается либо, соответственно, с немецкими агентами, либо, соответственно, с русскими агентами. То есть, одни у нас англичане, американцы хорошие, соответственно, вот русские немцы плохие. Вот. И, в принципе, на мой взгляд, самый интересный из всех романов, конечно, был Индиана Джонс и Царская беглянка. То есть, вот его я еще могу хоть кому-то рекомендовать. Честно говоря, остальное меня, ну, не воодушевило. Я не знаю, то ли я уже слишком большой, то ли просто это презентирование на, скажем так, популярном персонаже. Вот. У меня, конечно, они не все. То есть, насколько я помню, там еще трех книг у меня, по-моему, или сколько, не хватает в коллекции. Там еще был Индиана, молодой Индиана Джонса Цыганская месть там. Господи. И самые опасные приключения еще было. И еще там что-то я уже не помню. Вот. Но, тем не менее, в общем, как бы, их я даже не знаю, можно ли рекомендовать детям. Вот. То есть, для меня они такую очень сомнительную ценность представляют. Тем более, что, допустим, вот и Круг Смерти. Вот эта книга очень противоречит судьбе великанов. Точнее, к работе великанов Роба Макгрегора. Вот. И, тем более, что нам здесь показывают, что с какими-то мистическими явлениями Джонс сталкивался чуть ли не с пеленок. Что вообще противоречит замыслу фильмов оригинальных, поскольку, если вы помните, то Джонс постоянно выражает такой научный скепсис. Это вот очень хорошо работает, особенно в первом фильме Охотники за ботиранным ковчегом. Вот. То есть, ну, более-менее работает еще в остальных фильмах. как бы здесь это все, грубо говоря, вообще непонятно. Откуда тогда в более, так скажем, в книгах, которые происходят в более поздний период времени, вообще, скепсис у Индиана Джонса, вот этот научный везде остался. Если он с такими явлениями с детства сталкивался, и уж тем более, значит, как бы, он уже должен стать как агент Малдер. Вот. Ну, такие книги, то есть, кроши одна другой. То есть, молодой Индиана Джонс и тайны гибели Титаника, молодой Индиана Джонс и круг смерти, молодой Индиана Джонс и приключения и проклятия фараона Татанхамона, молодой Индиана Джонс и проклятия рубинового креста, молодой Индиана Джонс и царская беглянка. Вот. Молодой Индиана Джонс и потайной город. Ну, и заканчивать сегодняшний выпуск хотелось бы, точнее, закончить сегодняшний выпуск хотелось бы вот уже таким, так скажем, произведением от отечественных авторов. То есть, здесь был какой большой юмор, что Индиану Джонсу в принципе везло. То есть, у нас выходили книги именно оригинальных авторов чаще всего, даже пускай про молодого Индиана Джонса, там и именно адаптации фильмов. Вот. То есть, и вот каких-то вот, допустим, все-таки поначалу левых книжек не было. Но потом, соответственно, вот некий Александр Тюрин и Александр Щеглов в 96-м году написали книгу доктор Джонс против Третьего Рейха. Вот. Это, собственно, первое издание ее вот 96-го года. То есть, это Санкт-Петербург «Северная звезда». Вот. Спасибо Евгению Мажаеву, что он мне подарил самое первое издание ее. Вот. Конечно, спасибо, что еще вот такие открыточки дал и программку того, как вот фан-клуб Индиана Джонса вот снимал целый кинотеатр. Там, значит, всю оригинальную трилогию крутили на английском языке, то есть, на языке оригинала с русскими субтитрами. Вот. Но, тем не менее, у книги это и было переиздание. То есть, о нем мы, наверное, получше поговорим, поскольку оригинал я еще пока не читал. Вот. Значит, здесь у нас есть целая аннотация. Его имя стало легендой. Он величайший археолог всех времен и народов. Он личный враг Гиммлера и Гитлера. Он раскрывает самые секретные планы нацистов, пресекает самые зловещие их замыслы. Европа на пороге Второй мировой войны. Немецкие экспедиции рыщут по всем континентам в поисках древних святынь, тайных знаний и магических артефактов. Люди здравомыслящие видят в этом всего лишь доказательство безумия нацистской верхушки. Один профессор Джонс знает, что древняя магия вполне реальна, что великие святыни, за которыми охотятся эсэсовцы, Святой Грааль, Копью Судьбы, Ковчег Завета, гарантируют победу в войне и власть над миром. Индиана Джонс должен остановить силы зла любой ценой. От исхода этой складки зависит будущее человечеству. Он не имеет права проиграть. Вот если мы посмотрим при издании, это у нас уже Яуза 2008 год. Обложка вот такая более красочная, то есть с таким коллажем всех таких знаковых сцен из фильмов. Собственно, почему они назвали ее Доктор Джонс? Поскольку очень сильно боялись исков от Спилберга, точнее, исков от Лукаса, в частности, и Лукас Филм в целом, поскольку Диан Джонс торговая марка. Вот. И здесь у нас такой вот пересказ трилогии идет на лад авторов, такой вольный. То есть у нас сначала идет такое отступление немножко своеобразное, может даже чем-то комикс Судьба Атлантида напоминающий. А потом значит у нас идет начало того, как Джонс прилетает на Непал, потом он попадает в Индию, и идет соответственно эти сцены, похожие на как раз таки вторую часть фильма Индианом Джонса Страм Судьбы. Вот. Потом у нас идет последний крестовый поход, то есть его как бы такой, скажем так, вольный пересказ по мотивам его. И потом идет уже окончание Ковчега, то есть со второй половины фильма, так скажем, то есть уже с Египта. Вот. Ну в общем в 2008 году я это прочитал, ну как бы не знаю, то есть какого-то руколицов, спама и прочего у меня, честно говоря, эта книга не вызвала, не знаю, то есть если, может, я сейчас бы ее перечитал, у меня может быть и больше, у меня может даже и бы и забомбило. Вот. Значит, один мой знакомый, который с этим произведением ознакомился, он, конечно, долго от него плевался, долго мотюгался, очень жалел, что его прочитал, так что поэтому я даже не знаю, кому это можно рекомендовать. Ну то есть как такие вот артефакты я, конечно, это храню. Вот. Ну а на сегодня это все, дорогие друзья, с вами был Барин, до новых встреч!